По его словам, звезда современника никогда не халтурил и не заигрывал со зрителем. Известный актер Станислав Садальский скорбит в связи со смертью актера театра «Современник» Геннадия Фролова. В Инстаграм он разместил пост о своем товарище. Он был настоящий везде, прощай, Геннадий Алексеевич, и суров, и красив, и умен, не халтурил и не заигрывал со зрителем. При его огромном таланте должна была быть богаче творческая биография. Но это уже к режиссерам, такие актеры были наше богатство. Зрители современника не забудут вас, я уж точно. Прости и прощай, заявил Станислав Садальский. Отметим, что Геннадий Фролов проработал на сцене современника почти 58 лет. Он был настоящей звездой театра, которому отдал большую часть своей жизни. Ему был 81 год. Известно, что актер в последние годы жизни тяжело болел. Похоронит звезду 14 апреля. Отметим, что главные роли в кинематографе Фролову доставались достаточно редко. Наиболее известные широкой публике картины, в съемках которых участвовал актер. «Россия молодая», «Следствие ведут знатоки», «Плюм-бум», или «Опасная игра», «Битва за Москву», «Вас ожидает гражданка Неконорова». Добавим, что Станислав Садальский не так давно в соцсетях нелестно высказался о программе Елены Малышевой «Жить здорово». Он призвал генерального директора Первого канала Константина Эрнста принять меры. Садальскому не нравится, что Малышева в своей программе занимается профанацией медицины. Продолжение следует...